Так вот, Рипли только что вышел на Netflix. Это последняя экранизация книги «Талантливый мистер Рипли». Книга была выпущена в 50-х. Многие из вас знают фильм с Дэймоном Лоу и Пелтроу. Выше в 90-х он также на Netflix. Но эта серия из восьми в серии – это большая часть экранного времени этого мира. С Эндрю Скоттом как Томом Рипли. Перед этим у меня были смешанные чувства, но расскажу о мыслях во время видео. Так что приступим к нему сразу и разберем все, что можно извлечь из Рипли. Только чтобы вы знали, это видео содержит спойлеры. Значение статуй и картин. Одна важная часть сериалов, получившая большой экран вне зависимости от места. Статуи и картины, на которые переключаются случайно во время движения. Тоже можно сказать о животных, например, о кошке в прихожей. Пока я смотрел шоу, я много размышлял, почему их так сфокусировали, наверное, после пары эпизодов, где я осознал, что извлек из этого. Мне казалось, что хотя Том Рипли обманывал всех вокруг или пытался так сделать, статуи и произведения искусства подчеркивали, что глаза наблюдали за ним всегда. Быть может в самом сердце Рима, когда он пытался уничтожить тело Фредди, кошка в прихожей или просто в пустых переулках. Когда он полагал, что один, он не был одинок, знаково, но выражения лиц на статуях и картинах отражали его поступки. Мне также казалось, что многие решения, стоящие за кадрами, соответствовали этому. Например, были кадры, где камера могла быть углом или низко, словно намекая, что его наблюдают. И, как мне кажется, это представляло нас почти как статуи или горящие глаза на картинах, просто смотрящие на его проход, ведущие ложь и обман всех в том, что он – Ричард Гринлифф. Казалось, это было классное творческое решение, связанное не только с местом сериала, искусством, которое было в сердце шоу и среди персонажей, но и давало жуткий оттенок убийствам, которые он совершал, в то время как он думал, что с ним это сойдет с рук и нет глаз, этого не было. Совершенно нет. Открытие в конце, в конце сериала мы видели, что Рипли убил настоящего Ричарда Гринлиффа в третьей серии, также убив Фредди Майлза, преследуемый полицией по поводу преступлений. Лодка, которая была найдена, и также предполагая, что он был убийцей Фредди, при этом живя его жизнь как Ричард Гринлифф, в последнем эпизоде он вернулся к тому, чтобы стать Томом Рипли, поскольку было гораздо проще стать человеком, которого считали убитым Ричардом Гринлиффом. И подумал, что было немного глупо со стороны инспектора не узнать в Рипли человека, который притворялся Гринлиффом, когда встретился с ним, и у того была только накладная шевелюра и борода, приклеенные к его лицу, но я не стал обращать на это внимание по творческим причинам. Когда Том вернулся к своему изначальному «я», Мардж пошла навестить его, и пока она была там, когда искала иголку с ниткой, она нашла кольцо Ричарда в коробке Тома. Было очень похоже, что Том собирался убить ее точно так же, как он убил Фредди, но как только она призналась, что, по ее мнению, Ди отдав кольцо, Тому означало, что он покончил совсем для себя и, вероятно, указал пальцем на то, что это был он. Убийца Том положил пепельницу, оставив живой. Том презирал Мардж и чувствовалось, что для него это было актом мириться с ней, будучи Ричардом Гринлиффом. Он думал убить ее на краю канала, но решил не делать этого. После находки кольца Том встретился с отцом Ричарда и детективом из первой серии. Здесь мы увидели план Тома. Он намеренно вел себя неряшливо после отеля, зная, что полиция поговорит с консьержем отеля. Плюс письмо, написанное хозяйке квартиры, когда он был Ричардом Гринлиффом, где он сказал, что не может жить с тем, что сделал, и не знает, что делать с самим собой или куда пойти, и что его картины можно выбросить, так как они ничего не стоят. Это был раскоп в сторону отца Ричарда, и это было сделано для того, чтобы добавить чувство вины, потому что его отец никогда не верил в него. Именно после письма ИП пришел к выводу, что при отправке на пароме должно быть. Что-то случилось с Ричардом, и что он, скорее всего, положил конец для себя, может быть, спрыгнув с края корабля. Одна вещь, которая показалась мне довольно забавной до этого, заключалась в том, что было много спекуляций о том, что случилось с Ричардом среди широкой публики. И один из людей на вечеринке говорили, что думали, что человек, подделавший подпись, убил. Это в буквальном смысле то, что в конечном итоге произошло, так что это была драматическая ирония в его лучшей. Том знал о кольце Ричарда только тогда, когда он был персоном Ричарда Гринлифа, и мы видели это на протяжении всего сериала. Однако отец Ричарда, в конце концов, он надел его и вернулся к своей жизни. Том Рипли – крайний социопат. Не думал, что встречал пример нормального человека снаружи, а внутри – хаос и сумбур. Он постоянно воплощает свои социопатические фантазии в реальности. Столько не видел со мной с этим персонажем. Том хотел быть дикий, ему была нужна его жизнь. Он не заботился о нем, даже не назову их друзьями. Он хотел так жить, понимая, что никогда так не живет, если не возьмет дело в свои руки. В конце серии видим, что Том встречается с Ривзом. Первый раз при встрече Ривз говорил, что арт-дилер. В действительности, Ривз почти тем же занимался, что и Рипли до переезда в Италию. Он мог достать фальшивые документы, создавать ложные личности. У Рипли было удостоверение личности на имя Тимоти Фэншоу – новая личность, которой он собирался жить. Ссылка пришла к Рипли, и мы видим, что в ней. Это была картина Пикассо, которая висела у Гринлифа на Вилле. И когда она висела на стене, я, наконец, понимал смысл картины. Она представляла Тома Рипли и сложность его разум. Каждый угол, край и часть картины были частями его планов, которые разворачивались. И они представляли различные личности, разные действия и разные мотивы, которые он за то, что он сделал. В самом конце шоу-инспектору Равини подарила Мардж книгу. Книгу, на написание которой она потратила всю серию, и на одной из первых страниц. Это была фотография настоящего Ричарда Гринлифа. И именно там у него был момент осознания, и что он понял, что его обманули. И что на самом деле он никогда не разговаривал с настоящей Дрекогас-инспектором, у которого было такое сильное желание раскрыть преступление, как у него, скорее всего. Это означало, что он отправится на поиски Тома Рипли. Ну, Тимоти Фэншоу, если его удастся найти. Значение Караваджо. Последняя серия открыла нам сцену убийства, совершенного Караваджо в начале 17 века. Его произведения часто встречались в сериале. Рипли ощущала с ними глубокую связь, часто слыша голоса героев в работах. Караваджо был известным художником, совершившим убийство в Риме и бежавшим, потому что власти считали, что именно он убил. Каналными кадрами были посиделки Рипли и Караваджо, любуясь искусством и пья вино, оба убийцы. Это показывало параллельные истории и схожесть мышления и переживаний между ними. Мой обзор сериала. Сериал был отличным. Он развил идею фильма. Еще не читал. Книга, конечно, но я думаю, что шоу покрыло больше, чем фильм мог бы охватить в смысле понимания ума Рипли. Считаю, это было потрясающе красиво снято. Одно из лучших шоу на Нетфликс, которые я видел в последнее время. Здания, которые использовали. Места, углы съемки, искусство. Все было приятно смотреть. Даже без цвета. Я думаю, этот сериал бы работал как раз в формате «Одна серия в неделю». Каждый эпизод заканчивался интересным моментом, заставляя искать следующий эпизод. Но желание узнать больше было бы сильнее, если бы нас заставили ждать. Мне кажется, что это печально, что все выпустили сразу, учитывая, что это тяжелое и запутанное повествование. По-моему, актеры прекрасно справились. Эндрю Скотт в роли Рипли был прекрасным выбором. Предпочел ли я его? Рипли, Рипли Дэймона. Ммм, над этим стоит подумать. Они были похожи, но также и разные. Роль Андрю Скотта была холодной. Думаю, это подошло персонажу. У Дэймона было больше шарма. Они оба хороши по-своему. И особенно запомнился инспектор Равини. Роль была сыграна превосходно. Чувствовалось, что он хотел добраться до истины. Был разочарован работой полиции. А потом, когда он открыл истину, увидев настоящую фотографию Ричарда Гринлиффа в книге, не видно было, что он сделал потом, но можно было представить, что он был полон гнева. Мне понравилось использование субтитров в этом шоу. Например, когда Том Рипли впервые приехал в Италию, не зная языка. Субтитры были на итальянском, но когда он учился, субтитры становились английскими. Почти ощущалось, как мы учимся с ним, познавая его ум и его опыт непонимания на начальном этапе. Были моменты абсолютной жестокости, например, сцена с лодкой и убийство Фредди. Когда тащили Фредди по лестнице, голова его стучала, я будто чувствовал каждый удар. Вся сцена с лодкой была высокого класса. Тринога, когда Том упал с лодки, и его борьба за выживание без диалогов столь долгое время, завораживала, мы будто были там с ним. Потрясающее шоу. Отличное решение. Мы еще больше погрузились. Стоит посмотреть на этот сериал. Креативный, захватывающий, отличные актерские работы, стилистически приятен глазу. Восемь часов – обязательство, но конец стоит усилий. Вот и все Рипли объяснила финал.